Аутизм – недуг излечимый, однако многое зависит от врачей, которые, к сожалению, дают рекомендации и прописывают лекарства, от которых нет результатов. Но, несмотря на это, существует новейший метод лечения аутизма. Продолжит Аяна Дюшикеева. Этот малыш еще два года назад с трудом выговаривал такие простые слова, как «дерево», «машина», «игра». А на вопросы и вовсе не отвечал. Зато сейчас он продвинутый пользователь интернета. Это дети, которые не понимают речь. Они не понимают речь, у них прекрасный слух музыкальный, они танцуют, ритм, все держат. А вот обработка речевых сигналов у них нарушена. Они обрабатывают их очень медленно, и поэтому наша речь для таких детей – это просто какой-то шум. А в результате нет речи, нет интеллекта вербального, который с речью связан. Он не образуется, потому что ребенок не понимает обращенную речь, а своих собственных тоже соответственно нет. Опытный врач профессор Дмитрий Пинчук упорно работал в направлении изучения человеческого мозга. Так он пришел к выводу, что абсолютно обычный технический аппарат может помочь в излечении детей от аутизма. Из того, что в простонародье называется аутизмом, настоящий аутизм, который практически не лечится, его можно как-то скоррегировать, он 5% составляет. Все остальные 95% – это те или иные нарушения, которые относятся к расстройствам аутистического спектра. То есть для аутизма должен быть определенный набор из 4-5 признаков. Все, вот это аутизм. А нарушение аутистического спектра – там может быть 1-2 признака. Раньше ребенок никак не реагировал на вопросы окружающих, а врачи продолжали прописывать лекарства, от которых не было толку. В три года нам поставили задержку психоречивого развития, сенсомоторную аллалию и расстройство аутистического спектра. Начали мы лечиться, медикаментозную терапию применяли, пили множество таблеток и, естественно, были уколы неврологического характера. Ну вот так мы год лечились. В течение года, в принципе, особых сдвигов не было. После лечебного сеанса практически сразу видны положительные результаты в развитии детей. В частности, улучшается логическое мышление, память и речь. Расскажи стишок. Наша танец, вовка, падет, у меня не лечку, миячик, тиши танечка, не падет, не утонет, бечки, миячик. Молодец, умничка. Сейчас радости матери нет предела. Мама с малышом любят разучивать стихи и песни. А я Надюшикеева, Оскар Улан-Улу, Общественный Первый канал.